Приветствую вас, Оксана. Честно говоря, для психологов, нет, вот для психологов, для психотерапевтов, особенно вот того направления, в котором работаем мы, в основном, здесь люди на сайте, если не брать в расчет некоторых специалистов и раздел медицины, то в основном мы понимаемся такими направлениями психотерапии, в которых не принято считать людей больными вообще кого бы до него. То есть мы как-то вот стараемся не навешивать на людей вот такие ярлыки, да, ярлыки, что, ну, что кто-то болен, да, что вот у человека есть там, допустим, не знаю, заболевание какое-то, да, вот. Мы стараемся в этом смысле вот такими, ну, такими вещами, не промышлять, потому что, ну, кажется, это не совсем наша сфера, вот, кажется, что это не совсем наша сфера, вот, и кажется, что мы отбираем таким образом у, во-первых, наших коллег работу достигаем на них, на их, на их, ну, на их территорию, что не является хорошо, не является этичным, вот, это первое. Второе, что важно, это то, что, ну, сама вот наша философия, она говорит о том, что психологическое состояние человека и болезнь, Болезни могут быть связаны между собой и могут отделяться друг от друга, естественно, но зачастую психологическое состояние человека является определяющим. И на мой взгляд, вот это то, на что хотелось бы обратить ваше внимание, то есть я имею ввиду, чтобы вы обратили на это внимание, чтобы вы обратили внимание не на то, что, обратно говоря, кто-то болен, да, а кто-то нет. На то, что вы, может быть, возможно, позволяете этой ситуации происходить, что вы, может быть, своими действиями, может быть, даете мужу возможность так поступать, позволяете ему это делать, позволяете ему так поступать. Вот потому что он, например, может быть уверен в том, что вы никуда, например, не денете, что вы, что вы там не уйдете, что вы продолжите вот в таком ключе рассказывать ему о том, что он так нельзя и так далее, да. Притом, ну, при том, что для него и для себя, я могу ошибаться, но для него и для себя, видимых основанными, вас уважать, нет. Это не значит, что вы не достойны уважения, я не хочу этого сказать. Я хочу сказать немножко другое, что вы себя, как мне кажется, уважаете и цените не настолько, не настолько, чтобы не позволять своему мужу, вести себя по отношению к вам по-другому. Но вы вполне себе позволяете терпеть, позволяете надеяться на то, что он, например, изменится или бесценить это до уровня, до того момента, что у него это заболевание, да. То есть это же, как мне кажется, это попытка обесценить, попытка рационализировать то, что происходит с вами, то, что вам неприятно, например. Вот. А это немножечко так не работает. Ну то есть, что если муч ваш ведёт себя так, потому что, допустим, вы сами свели свою глобальную роль кроли жены. Что если муч отражает вам вашу позицию такую, позицию такого плана, что вот вы только жена и он, соответственно, ведёт себя с вами, как вы исключительно только женой. И всё его отношение к вам определяется тем, что вы жена. не что вы там, не знаю, ещё и личность, да, вот, но что вы только жена. Вот мне кажется, мне кажется, что на это вам надо бы обратить своё внимание. потому что я очень сильно чувствую, как у вас здесь идёт, ну, достаточно сильное обесценивание, как мне кажется. и достаточно сильное принижение себя. Чего, на мой взгляд, допускать, в общем-то, нежелательно. Вот. Поэтому постарайтесь, постарайтесь, подумать для себя вот о чём. Что вы делаете с теми чувствами, которые вызывают у вас поведение мужа? Что вы делаете с теми чувствами, повторюсь, как вы на это реагируете? Пытаетесь ли вы вызвать со стороны мужа, например, жалкость, или пытаетесь вы из страны мужа вызвать, например, сочувствие, или что? Вот что вы делаете сами, тем, что чувствуете? Это важно. Как мне опять кажется, это важно. Важно, потому что только в этом, я имею ввиду, только в этом направлении. Я бы сказал, что есть ответ на ваш вопрос, который вы задаете. Другое дело, готовы ли вы его услышать, готовы ли вы к нему, готовы ли вы к этому ответ? Вот в чём заключается вопрос. Вопрос, на мой взгляд, очень-очень серьезный. Потому что, если вы сейчас сможете обесценить действия своего мужа и обесценить их до уровня, допустим, поведения больного человека, да, то ваша жизнь, она не изменится. Она останется такой же. Она останется той же самой. А вот если вы сможете увидеть в этом себя, если вы сможете увидеть в этом то, где вы отклоняетесь от своих желаний, от своего чувствования себя, то это уже позволит вам получить потенциал для роста. Вот. Вот. Возможность для роста. Понимаете? Вот. Муж не уважает ваши личные границы здесь, потому что я полагаю, вы не уважаете их. Вот ответьте себе на вопрос, как часто вы выражаете то, что хотите, но не просяще, а декларирующе. На этом все, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Продолжение следует...